Добрый день, я очень рада здесь сегодня находиться. Спасибо Юрию Николаевичу, что меня пригласил. В дистанционное образование я попала из Сергея Александровича Чемезова. Это было в 2005 году, когда мы работали на кафедре фармакологии в Уральском государственном медицинском институте. И Сергей Александрович начал развивать, он сначала создал и начал развивать направление дистанционного образования в мединституте. Это было достаточно тяжело и достаточно интересно. Поначалу я отнеслась к дистанционному образованию очень скептически, потому что я думала, что дистанционное образование – это продолжение образования заочного, а врачей подготовить заочно практически невозможно. Но с тех пор, конечно же, направление дистанционного обучения очень сильно развелось. То есть тогда, 15 лет назад, я даже не думала, что можно будет, допустим, использовать виртуальную реальность или симуляторы, отрабатывать технику эндоскопических операций через компьютер или каких-то других очень сложных навыков, или проводить дифференциальную диагностику. То есть я, естественно, конечно же, не пожалела, что я пришла в дистанционное образование. И сейчас я вижу, что возможностей, конечно же, гораздо больше, чем ограничений. Да, конечно, существует очень большая разница между дистанционным образованием в разных странах. Например, я только несколько моментов упомянула, об этом можно говорить очень долго. Например, если взять историю дистанционного образования, оно появилось из образования заочного. И в тех странах, где заочное обучение было развито очень хорошо, это очень плавно перетекло в образование дистанционное. Например, как в Канаде. То есть в этой стране плотность населения очень маленькая и неоднородная. Поэтому до университета, в общем-то, не все имели возможность доехать. И дистанционное образование стало очень большой помощью в обучении и постдипломном, и профессиональном, и даже некоторым высшим образованием. То есть здесь, в Канаде, с 30-х годов прошлого века были распространены, появились и начали развиваться так называемые открытые университеты, которые предлагали только заочное обучение. Например, университет Атабаски. И сейчас эти университеты перешли на дистанционное обучение через интернет. Например, в Западной Европе страны маленькие. И, в принципе, любой университет находится в часовой доступности езды на машине. Поэтому там, допустим, в Скандинавии, очень распространены вечерние классы. То есть человек приходит в университет после работы, в аудиторию, слушает лекции, слушает семинары, учится. То есть это не заочно, а именно очное обучение. Поэтому в некоторых странах Западной Европы дистанционное обучение встречает некоторые приконы. То есть человеку кажется, что он изолирован, что он не может пообщаться с сопурсниками, и что он не получает то количество информации, которое он должен получить при очном обучении. Второй момент – это государственные дотации. Допустим, в законодательствах нескольких стран есть такой момент, что за дистанционное образование, за курсы, полученные через интернет, не возвращается налог. То есть студенты предпочитают учиться очно, зная, что им вернется 13% или какое-то количество денег, которое они заплатили за обучение. И государственные дотации там может и не быть на развитие дистанционного обучения. В Канаде наоборот. То есть здесь не делается разница между налоговым вычетом из денег, заплаченных за очное обучение и за дистанционное обучение. То есть тут возвращается 13% независимо от формата. И во-вторых, до недавнего времени, пока цены на нефть были достаточно высокие, государство поддерживало и финансировало дистанционное обучение. То есть здесь развивались хорошие очень программы. Открытые университеты получали дотации. Университеты, которые развивали дистанционное обучение, получали дотации. Но сейчас, к сожалению, государственные дотации снизились. То есть, поскольку цены на нефть упали, некоторые хорошие программы, допустим, развитие электронного университета в университете Альберты, эта программа закрыта. Была великолепная программа. Финансирование других программ снизилось. Финансирование отделов дистанционного образования осуществляется по остаточному принципу. И, в принципе, разработка курсов – это дело рук преподавателей, которым за разработку-то не платят. Им платят за проведение курса. Поэтому они не имеют возможности, у них нет ни времени, ни желания заниматься какими-то новинками, разработками. То есть их дело – это скидать контент в ЛМС. Поэтому сейчас ситуация в Канаде обстоит так. Около 15% всех организаций высшего образования предлагают курсы онлайн. То есть 15% курсов – это курсы только онлайн. Но оставшиеся 85% – это смешанное обучение. То есть даже если курс очный, в интернет выкладывается расписание, информация преподавателя и информация о курсе, описание курса. Как утверждают эксперты, выше 20% онлайн-компонент не поднимется. Из-за некоторых, так скажем, припо. В организациях высшего образования идет очень сильное давление с точки зрения обязательной аккредитации. И если что-то не понравится аккредитационной комиссии, то программа может просто закрыть. То есть, допустим, 4-летнее обучение. Студенты заплатили деньги за 4-й год обучения, они проучились 3 года, им говорят, извините, программа ваша закрыта, вы не можете продолжать учиться. То есть представьте, какая это катастрофа и для преподавателей, и для студентов, и для всего университета. Поэтому преподаватели не идут на какие-то изменения. Они боятся делать что-то новое, и они делают что-то новое крайне медленно. С другой стороны, поскольку сейчас срезали финансирование для отделов дистанционного образования, то у сотрудников просто мало, и у них не хватает времени делать, допустим, техническое редактирование курса. В результате в курсе может быть половина ссылок нерабочая, текст с ошибками, расписание не совпадает. То есть вот такие моменты, которые отличают профессиональный, хорошо сделанный курс от курса, сделанного на коленке. И представьте себе, что университет позиционирует себя как международный, и вы смотрите на описание курса на первой странице, и курс написан с ошибками, с орфографическими ошибками этот текст. Поэтому понятно, что на такой курс у студента учиться не пойдут. Другой пример могу привести. У нас есть, у нас в Галифаксе, где я живу, есть одно очень большое училище по производственным специальностям. У них на 14 филиалов есть всего 7 разработчиков курса. У них очень небольшой отдел дистанционного образования. И понятно, что у них огромная нагрузка, но они сделали достаточно жесткую вещь, я бы скажу. Они написали хорошие инструкции пошаговые, как делать электронный курс, чтобы он соответствовал стандартам качества этого училища. И сделали это все в электронном виде. То есть там все очень понятно, как все это делать, как этот курс загружать в оболочку, какие там должны быть разделы, на что нужно было обратить внимание. То есть буквально все до самого последнего момента расписали. И дальше они написали, что преподаватели должны делать курсы вот так, и если хотя бы один параметр не будет учтен, то курс в прокат не пойдет. Все. То есть тут разговаривать бесполезно. И, конечно, поначалу у них было очень много конфликтов, потому что у преподавателей просто нет времени за этим всем следить, исправлять, допустим, ошибки в тексте. После своего рабочего дня, когда они отчитали несколько лекций, провели несколько семинаров, вот они по вечерам сидят и делают техническое редактирование. Но, тем не менее, поскольку руководство училища поддержало разработчиков, то преподавателям ничего не оставалось делать, и рейтинг училища очень сильно повысился из-за того, что курсы у них сейчас профессиональные. Но, тем не менее, 7 человек на 14 филиалов – это очень мало, это огромная нагрузка. Те открытые университеты, еще хотелось один момент уточнить, допустим, университеты Табаски, которые выросли из заочного обучения, сейчас, к сожалению, проигрывают конкуренцию с другими университетами, с очными университетами или с университетами смешанного обучения. Потому что, поскольку они очень осторожно относятся ко всяческим улучшениям и изменениям, у них не очень хорошее предоставление контента. То есть, сам контент у них великолепный. Но, если зайти на сайт и посмотреть, как это все сделано, это в основном репозиторные курсы. То есть, текстовые файлы, загруженные в оболочку, некоторые видео, где у преподавателя руки доходят делать видео, или сделать ссылки на видео в открытом доступе, в открытые ресурсы. И практически все. То есть, это курсы, где студенты читают учебные материалы, пишут контрольные работы, сдают контрольные работы и обсуждают учебные материалы в дискуссии с переменным успехом. Это зависит от модераторов. И, конечно же, когда студенты привыкли что-то делать на экране компьютера, привыкли к гимнификации, к хорошим видео на смартфонах, привыкли, что у них учебные материалы находятся всегда под рукой у его в их телефоне. И они приходят вот на такой курс, где нужно читать 39 документов, загруженных в вордовский файл. И потом писать контрольную работу без всякой связи с реальной жизнью, с практическими материалами. То есть, они не могут это применить. Конечно же, доверие к такому курсу падает. И рейтинг университета тоже падает, они проигрывают конкуренцию. С другой стороны, если мы посмотрим на корпоративное обучение, во-первых, там есть ресурсы. Во-вторых, у них нет обязательной аккредитации. Есть добровольная аккредитация, это почетно, но если ее нет, ничего не сделаешь, ничего страшного. Поэтому они гораздо более благожелательно относятся к каким-то новинкам, к каким-то экспериментам, к творческому самовыражению. И если организация большая, и у них хорошо поставлена работа, то эти эксперименты уже заложены в бюджет. То есть, моментальных результатов, моментальной прибыли это не приносят, но тем не менее, потом эти организации могут иметь выигрыш и техническое преимущество на рынке. А так все зависит от заказчика. То есть, если, допустим, в бюджетах, в высшем образовании заказчик, в общем-то, серьезно, если говорить это аккредитационная комиссия, и отсюда идут все курсы, то есть уровень интерактивности нулевой, либо в лучшем случае единица, то в корпоративном секторе, если заказчику нужна виртуальная реальность, то есть четвертый уровень интерактивности, и если он готов за это выложить несколько миллионов долларов, то, пожалуйста, почему бы нет? И, кроме того, в корпоративном секторе, в общем-то, не такое жесткое отношение к разработчикам с точки зрения творчества. То есть, если что-то получилось, то прекрасно, если что-то не получилось, ну, не получилось, переделаем в следующий раз, ничего-то страшного нет. Что касается подготовки разработчиков и педагогических дизайнеров, тут я ничего не знаю про Западную Европу, но по Канаде я заметила, что существует огромная разница между теми, кто получил образование в университетах, и те, кто учился сам на рабочем месте. То есть, те, кто прошли курс в университете и получили диплом, не имея практического опыта, они прекрасно знают теорию, но они не знают, как это сделать на практике. То есть, их не учат в университете применять знания на практике. А те, кто работает без диплома и у которых может быть 20 лет практической работы, они знают свои приемы, они знают свои подходы, но у них нет теоретической базы. То есть, они, допустим, не знают, почему вот такой-то прием работает в этой ситуации и почему он не работает в другой ситуации. И что сделать, чтобы вот этот прием заработал. И это очень хорошо видно, допустим, если почитать научные статьи в базах данных. Сейчас, допустим, очень сильно развивается такое направление, как курсы социальной поддержки для пациентов. Я работаю в этом направлении сейчас. И когда я искала литературу, то я обнаружила, что электронные курсы и веб-сайты и базы ресурсов для групп социальной поддержки разрабатывают те профессионалы, которые с пациентами работают. То есть, это врачи, это медсестры, и у них нет никакого представления о педагогике. Поэтому, когда они пишут, вот как был сделан курс, я сразу же вижу, что курс был сделан, так скажем, не совсем правильно. И в конце они делают вывод, что дистанционное образование для курсов социальной поддержки не работает. Но оно не работает не потому, что сам формат не работает, а потому что курс был сделан, так скажем, с недочетами. И вот я сижу и думаю, что если бы они знали, вот если бы они применили вот это, вот это и вот это, как бы у них хорошо пошло обучение. Но они этого не знают, потому что у них нет педагогической базы. И даже если они работают с разработчиками, без фундаментального образования, они применяют что-то, но, так скажем, одну теорию, но только половинку этой теории. И если бы они применили все, насколько бы лучше стал курс, но они просто не знают, что нужно улучшить или дополнить. И что касается всего мира, допустим, если посмотреть дискуссионные группы, допустим, тот же model, model.org на английском языке и посмотреть, какие вопросы задают, то сразу же будет видно, в какой стране, на каком уровне находится подготовка педагогических дизайнеров и дистанционного обучения. Или, допустим, сообщество Articulate Storyline. Прекрасное сообщество, там тоже разработчики со всего мира. И тоже можно прикинуть, как готовятся разработчики курсов или на каком уровне педагогический дизайн находится в той или и в той стране. К сожалению, я ничего не знаю про среднюю школу в Канаде и в Западной Европе. Я знаю, что в средней школе, особенно на северных территориях, очень распространено обучение через интернет, потому что там детей мало и они разбросаны по огромным территориям. Поэтому там просто выхода нет. Но как это все делается и какие стандарты у них есть, я ничего не могу об этом сказать. В Канаде существует несколько типов общественных организаций по дистанционному образованию. Но, так скажем, большинство из них это организации международные. То есть дело не ограничивается Канадой, там в основном Канада и США или организации, где подсоединяется Западная Европа тоже. Первый вид организации это те, которые занимаются добровольной аккредитацией. То есть у них очень мощная поддержка коммерческого сектора. Они зарабатывают на этом очень неплохие деньги. Они разрабатывают собственные аккредитационные программы. У них очень хорошая реклама. Есть поддержка государства. То есть пройти вот эту профессиональную аккредитацию считается достаточно престижно. И у них есть свои собственные стандарты качества, внутренние, которые эта организация разрабатывает. И они, как правило, с ними, как правило, соглашаются и коммерческий сектор, и производители, и организации, которые готовят обучение, допустим, по рабочим специальностям. Второй вид организации это организации именно общественной или то, что называется Not for Profit, у которых получение прибыли стоит не на первом месте. Я недавно помещала ссылку на Facebook в E-Learning Guild. Я еще раз эту ссылку дам. У них есть огромное количество ресурсов. То есть у них очень хорошо сделана библиотека ресурсов, которая разделена на несколько серьезных направлений. И, в общем-то, вот этими вот ресурсами, которые достаточно практически, там все сделано для того, чтобы их можно было применить прямо сейчас на рабочем месте. То есть в них очень сжатая информация. И вот этими вот ресурсами они, собственно, и привлекают новых членов. Есть гостевой вход на сайт, есть годовое членство, бесплатное, которое они недавно открыли. Раньше оно было платное, а теперь они его сделали бесплатно. там можно посмотреть где-то две трети ресурсов. И есть платная подписка на материалы конференции, которые проводят это же сообщество. Конференция у них великолепная, но членство достаточно дорогое. То есть раньше преподавателям высших учебных заведений платили, ну, это зависит от университета, но вот в нашем университете было около 1000 долларов в год на профессиональное развитие. То есть можно было подписаться, можно было купить какие-то учебники, можно было съездить на одну конференцию, потому что регистрация достаточно дорогая в год. Сейчас я, честно говоря, не знаю, как с этим обстоят дела, но тем не менее членство даже платное, это вполне по силам для заинтересованного преподавателя. То есть первое это библиотека ресурсов, второе это конференции. Это может быть и одна конференция в год, это может быть и шесть конференций в год, то есть сколько ресурсов хватит у какой-то конкретной организации. И конференции, естественно, тематические. То есть не просто встретиться и поговорить про жизнь, но поработать по каким-то направлениям. Третье направление работы это дискуссии или обмен опытом, но, к сожалению, в E-Learning Guild этого нет. То есть то, что называется Community of Practice или сообщество исследователей. То есть собираются заинтересованные разработчики, заинтересованные лица, разделяются на несколько направлений, то, что Игорь Николаевич хотел сделать в союзе профи-ДОО. И несколько групп работают по каждому направлению. И если эти люди очень мотивированы, то результаты просто замечательные получаются. То есть и статьи, и какие-то разработки, и обмен опытом, и консультирование, и оценка качества, и все что угодно. Но вот такое я вижу в Канаде достаточно редко. Кроме того, у всех вот этих вот организаций есть огромное количество спонсоров. И эти спонсоры достаточно высокого уровня. То есть, как правило, это те компании, которые разрабатывают программы для электронного обучения. То есть LMS, какие-то продукты, симуляторы те же самые, виртуальную реальность. То есть они считают для себя очень выгодным спонсировать либо проведение мероприятий, либо как-то участвовать в жизни вот этого вот сообщества. Потому что в Канаде и США между производителями программного обеспечения существует огромная конкуренция. То есть выигрывает тот, кто кроме своего продукта делает еще что-то дополнительно, чтобы привлечь клиентов. И поэтому между спонсорами идет конкуренция за интересные проекты, которые бы они могли спонсировать. То есть если хорошо написать заявку и объяснить спонсору, доказать спонсору, что проект принесет выгоду вот той конкретной организации, тому конкретному спонсору, то они будут спонсировать без всяких проблем. То есть вот эти вот три направления работы я бы хотела отметить. Ресурсы, проведение мероприятий, конференций, в том числе и онлайн-конференций. То есть часто бывает так, что если есть конференция очная и открывается на нее онлайн-подписка, иногда платная, иногда бесплатная. То есть если ехать, нет ни времени, ни желания, ни ресурсов, то можно заплатить какие-то символические деньги и смотреть трансляцию с конференции либо в записи, либо в прямом эфире. И третий – это работа, разработка каких-то направлений как сообщество исследователей. Что бы я хотела пожелать Союзу? Сейчас в Союзе и вообще в профи-ДО накоплено огромное количество ресурсов. Но потому что я читаю, допустим, в Фейсбуке, читаю на сайте, эти ресурсы не систематизированы. И поэтому до них достаточно сложно добраться. Поэтому первое, что я хотела бы отметить, нужно хотя бы чуть-чуть больше организованность. Допустим, в библиотеке, создать библиотеку ресурсов по конкретным направлениям, по конкретной тематике, чтобы если кто-то захотел узнать конкретные рекомендации по конкретной проблеме, он мог набрать эти слова в поисковой системе и получить список статей от участников нашего сообщества, которые, допустим, занимаются тем же направлением, и у них есть ссылки на такие-то ресурсы по данной теме. Это было бы очень полезно. И можно же сделать точно такие же и платную, и бесплатную подписку для членов сообщества. То есть на какие-то ресурсы может быть и гостевой вход, и на какие-то ресурсы и платная подписка. И во-вторых, хотелось бы отметить недостаток рекламы. То есть я буквально недавно писала на Фейсбуке, что очень трудно найти сайт Profi.deo в поисковых системах. И даже кто-то откликнулся и сказал, что вот я могу помочь с оптимизацией, но я, честно говоря, не знаю, закончилось это чем-нибудь или нет. Такие специалисты у нас есть в Profi.deo, в сообществе, как показывает дискуссия на Фейсбуке. И специалисты очень хорошего уровня. Но, конечно же, никто не хочет это делать бесплатно. То есть понятно, почему. То есть можно оговорить какие-то условия, на которых вот эти вот специалисты могут быть полезны, могут работать и получать какие-то выгоды для себя тоже. Потому что сейчас получается так, что Profi.deo знают только члены Profi.deo. И может быть те организации, где они работают. И ничего больше. Поэтому, я повторяю, у нас огромные ресурсы, у нас наработана огромная база, но Profi.deo проигрывает конкуренцию по сравнению с какими-то там инфобизнесменами, у которых контента практически нет. Или он на очень низком уровне, но у них очень хорошо поставлена реклама. Поэтому они привлекают огромное количество клиентов, которые потом оказываются разочарованными. А про нас с такой огромной научной базой, с такой огромной исследовательской базой и базой практической работы мало кто знает. Поэтому вот это направление, я считаю, нужно реализовывать одним из первых. И третий момент, это все-таки может быть большая мотивация. Хотя я понимаю, что у всех мало времени, у всех есть личная жизнь, работа и огромное количество обязанностей. Но в Profi.deo поступают достаточно большое количество прекрасных предложений, что давайте это сделаем, давайте это сделаем. И это все остается на уровне слов. Может быть, потому что никто не знает, а что делать дальше. То есть предложение есть, но как его дальше развивать? Может быть, потому что это невозможно сделать в одиночку, и никто не может найти тех же, кто заинтересован в том же направлении. Может быть, просто нет инфраструктуры, чтобы было работать удобнее. Но я считаю, что, опять же, Игорь Николаевич предложил разбить работу Союза по направлениям. Я считаю, что это великолепная идея, потому что члены сообщества Profi.deo сразу же могут найти единомышленников и уже в рамках конкретного направления распределять обязанности и делать то, что кому интересно делать. И, конечно, результаты будут потрясающие, если все участники будут мотивированы. Продолжение следует...